Всем привет! 10 июля. Давайте посмотрим, что готовит рынок Форекс на сегодня. Коротко по основам торговли. Направление нам показывают области и зоны тех мест, где игроки с фьючерсного рынка с большой долей вероятности могут получить маржин-коллы по своим открытым позициям. Поэтому в этих местах, в этих зонах мы принимаем решение либо о входе позиции, либо о выходе из позиции. В зависимости от ситуации текущей на рынке. Также в помощь нам идет этот торговый сантимент. Смотрим, куда стоит толпа по основным брокерам и торгуем именно против толпы. Также особое внимание обращаем на уровни максимально наторгованных объемов, взятых с биржи семьи. И уровни стопов и лимитов, которые у нас стоят по брокеру Оанда, крупнейшему из брокеров Форекс. Сразу говорю, я лично на этой неделе абсолютно ни одной сделки открывать не буду. По той причине, что нахожусь в отпуске и мне не хочется отвлекаться на сделки. Но обзоры оглашать буду и как бы такое мнимое подведение итогов все равно в конце недели будет. Поэтому давайте смотреть, давайте анализировать. Итак, евро-доллар. Среднесрочная тенденция в лонг у нас остается. Работаем вот по этому сценарию. Импульс-коррекция импульс. Что мы здесь наблюдаем? В пятницу на новостях образовали новый хай всего вот этого импульсного движения. После этого протестировали область 1,4. Чисто по зонам, что бы мне здесь хотелось? Чтобы весь вот этот уровень это был контрольным максимумом. То есть перебиваем минимумы, перебиваем максимумы и на откате работаем дальше вверх. Среднесрочно к целям 1,14548. Дальние среднесрочные цели 1,15388. Что в этом деле меня сдерживает? Давайте посмотрим. Итак, сначала что помогает? Это у нас естественно, что толпа в большей своей массе находится в продаже. Следовательно, продавать нам нельзя. Поэтому сценарий за рост евро-доллар, он как бы подтверждается. Но что меня останавливает? У всего вот этого роста вот область максимально на торговых объемах. Для того, чтобы нам торговать вверх, нам необходимо пробивать эту область. И только после этого искать точки входа на покупку. То есть должно быть что-то сначала такое, откат и поход вверх. Это самый невыгодный вариант. Но тем не менее, другого варианта пока нет. Если у нас цена опустится ниже, придет куда-то сюда, здесь потопчется. И вот эти объемы у нас перетекут куда-то сюда. Либо здесь также нарастут объемы. Тогда уже здесь мы действуем по сценарию зон. Ищем точку входа. Но первую цель мы уже будем ставить не на обновление хайов. А я бы поставил ее именно вот на этой области максимально на торговых объемах. Второе забыл сказать перед началом всего обзора. Это то, что в понедельник вообще не люблю торговать. То есть у нас на Азии и на Европе более-менее сейчас объемчики понаберутся. На Америке может быть только начнут заходить более-менее крупные игроки. Поэтому чистая рекомендация. Либо начинать торговать только на Америке сегодня. Либо вообще подождать завтрашней Европы как минимум. Вот. По еврику в принципе разобрались. Давайте дальше по фунту. Фунт выбили у нас стоп на прошлой неделе в пятницу. Но среднесрочная лонговая тенденция у нас остается. Закрытия ниже зоны 1, 2 не было. Поэтому продолжаем работать только вверх. Что здесь вижу я? Вся вот эта коррекционная модель пока выглядит как А, Б, С. Желательно вот здесь на окончании волны С найти какую-либо разворотную модель. Разворотный патент. Вот эта точка. Если у нас будет контрольный максимум, будет очень хорошо. То есть перебивая минимумы, перебой максимумов на откате поход вверх. Короткий стоп. Цели зона и обновление хаев. Котировки зоны 1, 3933. Далее на что стоит обратить внимание. Продавцы, которые у нас здесь ходили. Какие-то. Они уже показали нам свою силу тем, что четко на 1, 4 остановили. Возможно здесь будет то же самое. Поэтому внимательно наблюдаем за зоной 1, 4, которая будет построена. Ну либо от этих минимумов, если мы минимум не перебьем. Либо если мы все-таки вот сюда куда-то придем. То естественно зонка у нас двинется на энное количество пунктов. Нужно будет посмотреть реакцию именно на эту зону. Если мы уже будем в сделке. Далее смотрим сантимент. По фунту у нас, насколько я помню, все были в продажах. Да, в основном игроки находятся в продажах. Но вот и GG, Dukas показывают в принципе среднее значение. Объемы размазаны. Это очень плохо. Поэтому для того, чтобы входить в лонги, нужно четкий именно сигнал в том месте, где я сказал. То есть опять же, вот эту точку используем ZKM. И пытаемся работать именно вот по такому паттерму. Это очень опасно. Но другого варианта у нас пока нет. Давайте посмотрим все объемы падения вот этого. Да, ничего хорошего. То есть у нас максимально торгованные объемы сверху. Это может нас удержать. Поэтому торговать вверх очень опасно. Вниз пока торговать нельзя. Принимайте решение самостоятельно. Я бы не входил в позицию по фунту пока. Австралиец. Среднесрочная тенденция в шорт. У нас было закрытие ниже 1,2. Четкий тест недельки. И пока на недельки вот эти покупатели свои позиции удерживают. Не дают не то, чтобы закрыться ниже. Даже уйти ниже не дают. Идет четкий отбой от недельки. Поэтому если мы и будем входить в продажу. Ну естественно у нас должен быть первый тейк стоять на. Может быть даже не на обновлении минимумов. А просто вот в этой области. Недельной контрольной зоны. Далее. Для того чтобы торговать. Мы должны найти контрольный минимум. Для всего вот этого движения. Контрольный минимум вот он. Это очень плохой. Поэтому стараемся разбить вторую волну. Вот эту волну С. На подволны. Ну. Может быть что-то такое. Если нарисуется. Но однозначно надо пробивать вот этот хай. Но не уходить выше вот этого хая. Понимаете. Зона очень пограничная такая. Поэтому опять же. Я бы по австралийцу немножко повременил. К тому же у нас сигналы. Против бакса. Еврик показал анги. Фунт показал анги. А австралиец. Что вроде бы. Ну. За шарта. То есть идет противовес. Не могу сказать что делать. То есть однозначно. Вот фунта пропускать. И австралийца тоже желательно на сегодня пропускать. Давайте глянем еще сантимент по австралу. Может быть здесь будет какая-то помощь. Толпа. Все размазано. Явно люди не могут определиться. Куда в большинстве стоят. Далее. Опасно. То что у нас вся область максимально наторгованных объемов. Здесь необходимо куда-то выйти. Тест. И либо вверх. Либо выход. Тест. И вниз. Так как ситуация спорная. Лучше в этот инструмент сегодня. Также не лезть. Стопы. Лимитки. Тоже нам ничем помочь не могут. Ничего явного. Такого скопления здесь нет. Смотрим дальше. Новозеландец. Так. Вот по новозеландцу. Я говорил. Ситуация очень спорная. Что мне хотелось бы еще идти вверх. Но. После того как я в пятницу увидел. Вот эту четкую реакцию. На зону 1.2. Я все-таки поменял решение. И среднесрочная у нас тенденция становится в шорт. Мы должны работать именно в шорт. Чисто по зонам. Отсюда пытаться найти паттерн. И даже какое-то подобие этого паттерна уже есть. Вот был КМ. Перебили. Откат. Тест. И поход вниз. По идее. Нужно именно работать таким образом. Но. Здесь. Опять же. Смотрим сантимент. И он нам говорит. Скорее всего. О том. Что продавать мы не имеем никакого права. Потому что толпа у нас. Давай-давай-давай. Подгружайся. Извиняюсь. Интернет у меня здесь 3G. Просто мобильный. Все с трудом. Да. Толпа в продажах. Причем. Подавляющее большинство. Поэтому о продаже думать не можем. То есть. Это еще один инструмент. Который на сегодня желательно пропустить. Здесь идет сейчас объем. Очень большой объем. Набор позиций. Уже больше недели суммарно. Никуда не ходим. И. Куда выйдем из всей этой торговочки. Туда скорее всего и пойдем. Просто пока ожидаем. Канадец. Канадцы поработать можно. Среднесрочная тенденция. Оффшорки у нас идет. Четко. Зоны. От зоны. Опять отбор. К одной второй пришли. Опять к зоне пришли. И даже еще пару пунктов мы до нее не дошли. Поэтому в принципе тенденция шорт остается. И вот это является первой среднесрочной и также внутридневной целью. Давайте для начала обозначим дальние цели. Куда мы будем работать. 1.27.81. Это первая среднесрочная наша цель. Откуда? Вот мы уже пришли в область самых выгодных цен на продажу. Что мы видим здесь? Во-первых я бы обратил внимание на всю эту торговку. Давайте я ее обозначу вот таким образом. Вот по этому high и вот по этому loyal. И мы уже вошли в эту зону. Если мы сейчас прям с текущих начнем рисовать какой-либо паттерн. Это будет очень хорошо. То есть войти где-то здесь не выходя туда. Максимум что мы можем это каким-нибудь ложным пробоем пробить вот эту область. И вернуться назад. Тест 1.2 для себя я вообще не допускаю. В плане того чтобы искать продажи. Хотелось бы именно ниже. Вот на эту точку также внимание обращаем. То есть все очень красиво. Все очень доступно. Пытаемся отсюда расторговывать вниз. Опять же пока понедельник. Канада спит. Америка спит. Сейчас на Азии ничего не происходит. То есть это вот это вне биржевое можно сказать какое-то движение. Непонятно кто его набирает. На Европе тоже мало кто в этот инструмент вливается. Давайте дождемся именно Америки. Посмотрим какой паттерн здесь нарисуется. И уже после этого пытаться работать низ к тем целям. Которые я обозначил на таймфрейме чуть постарше. Ну давайте еще раз обозначу. Ни фига не видно. Так. 1.27.81. Вот пытаемся работать именно сюда. Далее давайте посмотрим на сантимент по этому инструменту. Так. Все в покупках. О покупках думать нельзя. FX Factor какую-то фигню опять показывает. То есть что-то большой такой перевес продажный. Не верю в это удовольствие. Ну либо это какие-то самые оголтелые. Которые сидят в продажах и держат. Молодцы скажем так. Уровень максимально торгованного объема у нас здесь. Находится выше. Поэтому продавать актуально. Но если посмотреть. А тут и смотреть на ничего. Ну понятно да. То есть вот эта область. Скажем так это вообще предел для того чтобы искать продажи. То есть где-то отсюда конечно тоже можно пытаться искать продажи. Это уже будет даже может быть чуть повыше чем 1.2. Самый безопасный стоп естественно за всю эту торговку. То есть рассматриваем однозначно вариант только в шорт. Безопасный вариант. Это выйти где-то вот из этой области все на торговке. По паттерну желательно. Потому что таким образом мы сможем сделать стоп поменьше. Ну и самый опасный вход. Это именно вот попытаться вот в этой области. То есть буквально тут 30 пунктов. Где-то здесь найти по терм. Это очень опасно. Но тем не менее это самый такой высокодоходный может быть вход. Поэтому ищем только точки входа на продажу. Иена. Я все сделки позакрывал на той неделе. Опять же говорю чтобы ничего не оставаться. Но те кто вот здесь сделку вошли вместе с нами. В принципе сидите. Продолжайте сидеть. Зоны. Зоны построить сейчас в принципе невозможно. Потому что мы опять же на хаях. Можем еще идти выше. Поэтому эти зоны могут еще сдвигаться. Но если вдруг не сдвинутся и хаи у нас не обновятся. То смотрим. 113 500 22 112 754. Это зона 1 2. Зона 1 4. Варианты работы и доливки у кого она есть. Каким-то вот таким образом. Вот эта синяя линия. Это вот этот хай. Это где у нас первый тейк стоял. В принципе мы четко на нем можем нарисовать паттерн. Даже не тестив 1 4. То есть поддержка, сопротивление. Отработать стандартный паттерн. К одной второй я бы вообще не хотел идти. Потому что тогда мы вообще вот эти все минимумы будем пробивать. То есть для доливочек рекомендую вот отсюда попытаться войти в покупки. Цели все те же. 114 812. Это дальняя среднесрочная цель. Внутри дня ловим обновление хаев после отката. Смотрим на ассентимент. Что он нам показывает. Так. Здесь. Здесь, здесь, здесь. Здесь все непонятно. Но все равно большинство толпа сидит в продаже. Поэтому о покупке, вернее о продажах не думаем. Ищем только покупки. Область максимально торгованного объема всего вот этого роста находится ниже. Давайте посмотрим вот этой последней волны, где у нас объемы. Ну и в принципе вот эти объемчики. Также можете обратить на них внимание. Прийти куда-то к ним и от них оттолкнуться тоже можно. То есть 113 84, 113 500. Это такая область, где желательно бы найти точку входа на покупку со стопом чуть ниже, чем 113,5. Это самое оптимальное. Далее давайте посмотрим. Это у нас швейцарец. Швейцарец находится в неплохом месте. Почему? Смотрите. Среднесрочная тенденция у нас шорт. Импульс, коррекция. Импульс. Пытаемся работать именно так. Вот здесь на окончании коррекции в зоне 1 и 2 мы пытались найти паттерн. Паттерн немножечко растянулся. То есть он сейчас выглядит вот так. Да? У нас вот этой точкой мы передали км. Вот этой точкой. И сейчас дали откат. Но ставить вот такой вот стоп 50 пунктов для такого инструмента это очень много. То есть у нас до дальней цели 1 и 2 всего. Поэтому я бы рекомендовал вот здесь постараться найти точку входа на продажу. А именно какой-то паттерн на мелком тайме. Давайте его нарисуем. Приблизительно что мы хотим видеть. А как будет дальше неизвестно. То есть перебить сейчас максимум пятницы. Дать откат. Перебить км. И на откате уже войти. Вот здесь решение уже каждый должен принимать самостоятельно. То есть если этот паттерн и будет. Что уже там процентов 10-20 что он появится. Но если он появится. Безопасный стоп естественно сюда. Опасный стоп сюда. Я бы если бы работал. То я конечно бы работал по такому стопу. Чтобы поймать соотношение там 1 к 4. Где-нибудь 1 к 5 и выше. Ну кому достаточно 1 к 2. Для безопасности ставьте стоп сюда. И take profit здесь. Можно даже. Ну 1 на обновление минимума. 2 на зоне. Котировки зон. Для тех кто спрашивает. 0.95. 374. Давайте глянем на сантимент. Здесь в принципе не думая. Что что-то должно было измениться. Толпа должна находиться в покупках. Да. Так и есть. Толпа в покупках. Здесь. Давайте посмотрим. Вот. Всего вот этого. Да. Вот они. Максимально торгованные объемы. То есть. Очень бы говорю. Было красиво. Собрать сейчас вот эти стопики. Вернуться ниже вот этой области. И на откате пойти вверх. То есть. Это самый-самый оптимальный. Самый предсказуемый вариант. То есть. Это вариант. Который не выходит за рамки обычной торговой стратегии. Импульс. Коррекция импульс. То есть. Мы работаем только так. Все. И давайте посмотрим еще золото. Да. Золото конечно меня немножечко подкололо. Ради того чтобы перебить убыток по фунту. Я закрылся вот тут по золоту. Ну и после этого золото вон сколько дало. Хотя тейк у меня стоял вот здесь. То есть. Я бы вот это все равно не забрал. Поэтому не сильно много потерял. Вернее даже больше приобрел. Потому что сделку мы тащили вот отсюда. Далее. Что мы смотрим сейчас. Был минимум. От него строил зоны. До зоны не дошли. Минимум уже обновили. Поэтому можно зону смело убирать. От текущего минимума. Можно построить еще зону. Но. Смотрите в чем будет опасность. Великая. И страшная. Значит если мы придем сюда. По идее по зонам. Мы должны отсюда расторговать низ. Что нам здесь помочь. Вот эти минимумы. Которые мы можем протестировать. Четвертинка. Опять же ищем паттерн. Но опасность у меня вызывает вот такой паттерн. Который может образоваться. А вы сами прекрасно понимаете. Что это может быть первым сигналом на разворот. Не всегда это бывает. Редко это бывает. Но тем не менее такое может быть. Вот здесь такой сценарий не сработал. Хотя он был точно таким же. Минимум. Максимум. Перебили минимум. Перебили максимум. А как? Так. Но. Поэтому мы и работаем по той тенденции. Которую нам показывают зоны. Если зоны у нас показывают. Работать вниз. То любой паттерн наверх. Мы просто пропускаем. Работать или не работать вниз. Это уже дело каждого. Потому что ну очень сильно. Валится. 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 Докуда довалится. Неизвестно. Но. Мы будем пытаться вылавливать все как можно ниже. Цели. 11.97. 34. Это первая среднесрочная цель. После отката. Сантимент. Я так понимаю. За нас. Ничего никуда не должно деться. Объемы должны быть здесь. Все должны сидеть в покупках. Да. Все так и происходит. Толпа в покупках. Все предсказуемо. Максимально на торговые объемы здесь. Если чисто вот этого падения. Я думаю здесь сейчас будут объемчики. Которые пробивать нежелательно. Все на тоненького. Но золото это второй инструмент. На который бы я брать. Третий вернее. То есть. Давайте подведем итоговое резюме по сегодня. Еврик. Можно искать покупки. Канадец. Можно искать продажи. А. Даже. Так. Йена в принципе неплохо. Но хотя. Да. Йену обращаем внимание. Швейцарица золото. Пропускаем фунта. Австралийцы. Новозеландцы. Это мне точно не нравится. И чтобы сильно большим видео не было. Потому что мне его скидывать. Сейчас в Омск. Очень коротко кросса пробегаем. Просто вообще божественно. Паттерн. Вроде бы есть. Если пробиваем КМ. На откате можно Ауди. Новозеландцы. Работать вниз. Евро Ауди. Ищем точку входа вверх. 1.2.3 уже нарисован. Для тех кто любит инструменты. И у него по каким-то системам поддерживается вот это движение. Можно попытаться уже входить. Но желательно дождаться. После вот этого 1.2.3 сюда куда-то откатик. Стоп сюда. Точки входа. Цель вернее обновления хаев. Дальняя цель 1.5171. Фунт. Все как и было. Так и продолжаем. Работаем только вверх. Ну точки входа. Тут очень опасно. Все очень коротко. Потому что вроде бы и идем вверх. Но идем как-то вот совсем непонятно. Да. Вот что это такое. То есть день. 2.3. 4.5. 6. 7. 8 торговых дней. У нас такой супер кросс прошел 230 пунктов. Я считаю что это фигня. То есть идет какой-то набор позиций. Либо наоборот никто сюда бабки не валивает. Сказать о том что мы можем резко стрянуть вверх. Можно конечно так сказать. Но это достаточно опасно. То есть если и покупаем. То только с очень коротким стопом. И поменьше объема. Так. Евро иена. Цель дал. Давайте откаты посмотрим. До куда можно ждать. 129.44. 128.49. Это зоны 1.2.1.4. И цель 131.898. Это первая среднесрочная цель. Далее. Аудиена. Так. Ну понятно. Работаем только вверх. Кто смог вот здесь заскочить. Может быть на вот таком мелком паттерне каком-то. Да. Вот здесь смог на 1.2.3 на откате заскочить вверх. Тот молодец. Я вообще кроссы не люблю. Тем более. Когда у них паттерны непонятные. Но однозначно все равно продолжаем работать вверх. Пока не обновили вот эти хаи. Как только обновим хаи. Будем строить новые зоны. Я думаю это завтра уже будет. Завтра тогда построю. Сегодня пока этого нет. Еврофунт. Вверх. Новых зон строить не имеет смысла. Потому что точка входа у нас была только здесь. Но я бы так сказал. Если в среднесрочной перспективе. То куда-то откатиться. Просто вот на половину всего вот этого импульса. Здесь найти более-менее хороший разворотный паттерн. И постараться работать дальше вверх. Первая цель обновления вот этих хаев. Дальняя цель. Это зона 0.89351. Евроног. Так. Разворачивается. Да. Непонятно что он хочет. Давайте сейчас мы уберем. Уберем лишнее. Посмотрим. Посмотрим. Так. Закрытие. Закрытие. Все сверху. Так. Я сейчас зоны не смогу нанести. Но. Давайте вариант вот такой. То есть. Вот эту область. Мы всю берем за КМ. Дожидаться перебоя вот этой области. Области на откате. Можно пытаться работать дальше вверх. Вниз пока не работаем. Потому что однозначно. Вот здесь закрытия ниже одной второй не было. Так. И последняя нефть. Нефть много чего интересного нарисовала. Но. Она находится сейчас в области самых выгодных цен на продаж. Не хотел я продавать. Но. Тем не менее. Сигналы идут. Уже закрылись ниже недельки. Поэтому. Среднесрочные цели у нас. 43.53. Можно даже смотреть что там дальше. Это 42.27. Работаем. Можно с текущих на откате попытаться уже работать не вниз. Опасный стоп за сегодняшний хай. Безопасный стоп. Я думаю. Вот за эту проторговку. Которая была в пятницу. Все. Ребят. Очень быстро. Сумбурно. Но на этой неделе именно так будет. Потому что. Повторюсь. Для тех кто не слышал. Там или не знает. Я уехал отдыхать. Интернет у меня здесь только 3G. Сейчас я это видео отправляю в Омск. Там его за меня разместят. Всем профита. Пишите. Когда могу. Там буду в группе что-нибудь отписывать. Если буду вдруг видеть какие-то текущие сигналы. Ну. Честно скажу. За компьютер практически не заложу. Только вот так вечером могу залезть посмотреть. Всем буду рад. Все приходите. Пишите комментарии. В группу вступайте. В скайпе. Давайте общаться. Зарабатывать вместе. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok